Беларусь 1 и Беларусь 24 Дмитрий Жук, СБ Беларусь сегодня Владимир Перцов, МТРК Мир в Беларуси И наш специальный гость Сергей Солодовников Заведующий кафедрой экономика и права БНТУ Доктор экономических наук Ну еще и мы прямо перед передачей узнали, что еще и главный редактор Да, экономической науки сегодня сборник Журнал, да? Да, сборник научных трудов Добрый вечер Добрый вечер Ну не зря мы пригласили к нам в эфиры доктора экономических наук Понятно, что одна из самых главных тем уходящей недели А может быть и года, наверное, пока Что касается экономики Да, и в ЦЕБ, наверное, это то, что случилось сначала с нефтью На мировом рынке С ее стоимостью И что за собой это повлекло? Повлекло это за собой падение фондовых рынков Обесценивание на энное количество процентных пунктов российского рубля И в том числе повлекло это за собой негативные какие-то последствия по отношению к белорусскому рублю Но ситуация, судя по всему, в том, что Россия и страны, некоторые страны, опять не договорились о том, что нужно сокращать добычу нефти А может быть даже наоборот увеличить эту самую добычу нефти И в несколько дней ситуация информационная складывалась таким образом, что в этом виновата Россия Но вдруг премьер-министр Российской Федерации выступил, и вот что он сказал Россия не была инициатором выхода из сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин Мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала Или на год Наша позиция была абсолютно выверенной и обоснованной Подчеркнул российский премьер В общем, ничего не понятно, из-за чего это произошло Хотя, как казалось, очевидно, что Россия не договорилась, в частности, с Саудовской Аравией Мой вопрос к вам Что это было и чего нам ожидать? Действительно, не договорились На сегодняшний момент реальности таковы, что для того, чтобы Россия выполнила свой бюджет Нужна цена 48 долларов за баррель А Саудовской Аравии нужна цена больше 70 долларов Некоторые говорят, 78 долларов за баррель То есть за последние 15-20 лет Российская, ну за 30, так точно, российская экономика достаточно продвинулась Снижение, как ни странно сейчас прозвучит, в зависимости от нефти В 90-м году ситуация была прямо противоположная Примерно в два раза была нужна выше цена на нефть Советскому Союзу тогда, чем Саудовская Аравия Сейчас наоборот Сейчас наоборот Саудовская Аравия, это необходимо не потому, что у них затраты на добычу нефти выше Затраты на добычу нефти это 2-4 доллара в Саудовской Аравии Но это считать при полном неразвитии отрасли и при полном невыполнении бюджета Российская Федерация может какое-то время терпеть при этой цене И почему она не пошла на изменение сделки Очевидно было, что ряд негативных ситуаций на глобальных рынках Сокращение спросов, прежде всего, за счет Китая на нефть И необходимо было Саудовской Аравии и ряду других стран ОПЕК Чтобы сократился общий объем Россия решила его не сокращать Ну потому что это не в их интересах Идет таким образом борьба за рынки, Россию с некоторых рынков выдавливали И Российская Федерация решила, что на этих условиях лучше готова к конкурентной борьбе Я не использовал бы даже слово война Это обычная конкурентная борьба То о ценах, о которых говорят в СМИ, это не цены на нефть Это цены на фьючерсы То есть на идеальные обязательства, которые будут выполнены по такой-то цене А фьючерсы это своего рода финансовый инструмент, который подлежит спекуляции Вот спекулянты начинают эти цены забрасывать намного выше и вверх, ну и вниз Вот на этих разницах работы Поэтому ситуацию устраняется тем, что становится объективный процесс Нефть надо продавать Нельзя терять рынок, потом на него очень тяжело попасть Интересы не совпадают Ну, интересы всегда не совпадают И, с другой стороны, не совпадают интересы финансовых центров Ну, США в данном случае И центров реальных производителей Здесь такая чехарда, что я бы каких-то уже четких парадозов не давал Плюс все страны дают неправильные прогнозы о своей выживаемости Ну, это понятно, почему их дают Надо показать, что ты сильнее Но расчет проводится бухгалтерским способом На основании экономико-математических методов А экономико-математические методы, как правило, оказываются неверны В сложных ситуациях Когда Россия говорит, что у нее на 6-10 лет достаточные запасы, чтобы выполнять бюджет Это достаточно, если экономика будет развиваться так, как сейчас А в кризис она никогда не развивается И эти деньги, конечно же, будут съедены намного быстрее И в Саудовской Аравии У них сейчас идет смена власти Ну, куча других факторов Они тоже не могут долго все это ждать И работать с невыполнением бюджета, резервы покрывать Я думаю, что по итогу будут каким-то образом договариваться Если они не попугают, то показывают, что они действительно серьезные игроки И потом будут договариваться, потому что это не в их интересах Раньше Россия могла говорить, что она теряет премию Потому что у нее был жесткий лимит по производству Если она давала что-то Беларуси, она не могла продать на другие Сегодня этого лимита есть Есть такое понятие, положительный эффект масштаба Добыча нефти в России в районе 2-4 долларов Если считать только непрямые издержки То есть все, что сверху, это уже является либо компенсацией на разработки Будущие месторождения Либо модернизация оборудования Либо еще что-то То есть сегодня цена на самом деле В условиях отказа от лимита Может быть по российской нефти Пусть мне россияне не обижаются Но в районе и 10 долларов, и 15, и 20 Реально фьючерсы, спекулятивные инструменты На которые влияют Соединенные Штаты И смотрите, как здорово они повлияли В кавычках здорово на курс российского рубля В преддверии голосования по конституционной реформе в России Вот случайно или нет, не знаю Одно можно с уверенностью говорить Что нефти сегодня на рынках много С одной стороны объективный фактор Это то, что из-за коронавируса Многие сферы экономики сжимаются Потребление нефти уменьшается Поэтому на рынке ее много Для Беларуси вопрос, где купить нефть Он вообще не встает Переговоры ведутся И предложений достаточно Со второй стороны есть, конечно, вот этот фактор Может быть субъективный Отчасти это конкурентная война В которой страны, которые являются Конкурентными оппонентами России Да, выступают в этом антироссийском конгломерате Это Саудовская Аравия Кувейт Объединенные Арабские Эмираты И Ирак Они сговорились и решили увеличить добычу По крайней мере, саудиты заявили о миллионе баррелей в сутки С 12 на 13 миллионов баррелей Это достаточно большая цифра Нефти станет больше Соответственно, говорить о том, что она подорожает Ее станет меньше сейчас не приходится Поэтому это еще один фактор в нашу пользу Это фактор договороспособности наших партнеров Чтобы все-таки вернуться к какому-то разумному, рациональному для обеих стран соглашению по покупке нефти Ведь Беларусь, мы говорим, Беларусь маленькая страна Но мы потребляли и перерабатывали около 10% российской нефти Это немало Согласитесь, это достаточно серьезная цифра Так вот эти факторы, если принять во внимание И все-таки включить разумное Наверное, стоит заканчивать эту историю Ну, казалось бы, как простого человека может коснуться вот эта история С нефтью, с баррелем, с ючерсами Где мы, а где это все Но, как известно, все в мире взаимосвязано Ослабил свою позицию российский рубль За ним, вот так он входит в корзину валютную в нашей стране За ним сдал немножко белорусский рубль Ну, вот что интересно, интересное наблюдение Как отреагировали белорусы на это И сразу спойлер от меня Никак не отреагировали По этому поводу Тутбай пишет Прошлые годы, когда курсы валют быстро росли Многие люди вкладывались в крупные покупки Покупали холодильники, телевизоры, стиральные машины И падающий рубль сбыть И технику подешевле купить Сейчас в магазинах не то, что ажатажа нет Но и вообще покупателей мало Это что? Это здравый смысл, лень, коронавирус Или все-таки мы пришли к тому, что белорусы понимают Что вот нынешняя цена рубля Это реальная цена Это настоящая цена И какой-то, если откат есть, то он короткосрочный Он завязан на событиях в мировой экономике И все вернется на круги своя Почему нет ажиотажа? Я думаю, что когда мы говорим о ажиотаже покупки Сегодня надо, по сравнению с предыдущими Потому что было даже 10 лет назад, скажем Надо прямо сказать, что белорусы стали жить лучше И сегодня нет даже в сознании дефицита Каких-то товаров промышленного производства Не знаю, что пойдут и купят А если ты купил себе два холодильника Ты второй не продашь, потому что Производитель его продаст не дороже Поэтому здравый смысл подсказывает Просто что ты их не продашь То, что надо, так или иначе покупают А предложений со скидками в рассрочку и так достаточно Поэтому белорусы уже не копят на какую-то вещь так долго В результате этих денег Замороженных у них как таковых нет Я думаю, дело в этом То есть народ не боится тратить Говорит о том, что уверенность в модели выбранной развития Уверенность в завтрашнем дне Человек не считает, что завтра он будет голодать Но к людям пришло осознание, что купленная ненужная вещь Это однозначно потерянные деньги Мы же помним потом эти пачки телевизоров Фотографии на всяких аукционах Тут еще и успокаивает, наверное, заявление Кабинета министров И премьер-министр говорил о том, что не будет никакого искусственного сдерживания И с одной стороны, конечно, примитивно, если рассуждать Это должно пугать Рубль никто не будет держать на высоком уровне Если вдруг понадобится С другой стороны, мне кажется, что все-таки экономические законы Это должно работать в первую очередь И людей это успокаивает Людей больше успокаивает, когда они видят Объективные колебания белорусского рубля По отношению к иностранным валютам Они видят процессы, которые происходят С соседними валютами Зная, что наша валютная корзина В том числе и от российского рубля зависит А если в такой период будет выходить Представитель правительства или нацбанка И улюлюкивать, говорить, что все хорошо Рубль будет стабильный Поверьте, у людей, которые пережили уже и гиперинфляцию 90-х И другие процессы Это вызовет больше тревоги, опасений И заставит как раз-таки бежать И совершать те покупки, которые им совершенно не нужны Некоторые наши коллеги-журналисты Ведут себя откровенно нечестно Вот они пишут Белорусский рубль рухнул на копейку Но когда он на завтра отбивает 2-3 копейки Они пишут скромно Укрепился натрий Понимаете, вот это эмоционально заряженные слова Которые они пользуют Ну, не надо греть людей Ну, кстати, про реакцию СМИ И государственных, и независимых Можно поговорить И очень интересное наблюдение Всегда извне Вот в Российской Федерации Появилось несколько материалов О том, как наша независимая пресса Отреагировала на то, что происходит С нефтью С российским рублем С белорусским Я вам процитирую фон стратегической культуры Они говорят о том, что оппозиционная пресса Антилукашенковская, как они пишут И одновременно антироссийская Не рассуждая сейчас об интеграции Она внимательно следит за снижением Курса белорусского рубля И вот цитата Даже ресурсы Радио Свобода К вечеру 9 марта Ограничились короткой ссылкой На сообщения о падении Мировых цен на нефть на 30% А далее Не уставали сообщать о ситуации С белорусским рублем Нагнетая панику И понятно, для чего Любая большая неудача Лукашенко Накануне президентских выборов В Белоруссии Они могут состояться уже в июне Позволит противников режима Вывести людей на улицы Но мы тоже много говорили И о нефти И о том, что и стоимость рубля Снизилась и российского И белорусского И никто, конечно, это не будет скрывать Но две большие разницы Подавать информационно И подавать вот таким вот образом Но как с журналистской точки зрения Радоваться, плясать По поводу этого Не очень хорошо Истинные патриоты Чтобы нашим людям было хуже И мы тогда поменяем власть Ну, позиция у них не новая Мы это наблюдали там В конце 90-х В начале 2000-х Когда были Вот этот пример Который до сих пор Я помню Как они просили чехов Не давать нам кредит зерном Когда Не было урожая в стране Ну, вот это что такое Это патриоты Это оппозиция Да нет, конечно Вот меня не удивили Я прочитал И еще раз Пожал плечами И сожалею о том Что не эволюционирует Ну и потом Если это европейская пресса Живущая за деньги Гранты Ну, это американская А что они не писали о том Что евро с 1,5 до 1,1 Рухнул на такую достаточно Европейская Единая стабильная валюта По отношению к доллару Австралийский доллар рухнул Я таких истеричных статей Там не видел Хотя они в большей степени Зависят от курса евро Я так понимаю Чем от курса белорусского рубля И что сейчас коронавирус Принесет европейской валюте Можно только угадывать Предполагать Я так понимаю Что поскольку Такие крупные Европейские экономики Находятся на карантине Ну уж никак положительно На этот курс не повлияет Посмотрим Последим Ну я скажу еще вот от себя Что во-первых Название фонда Стратегической культуры Меня как человек Который знает русский язык Оно дико звучит Мы не удивляемся Я понимаю Что вы привыкли И скорее это с фейками связано Потому что население Волнует не изменение курса Белорусского рубля Не знаю Там к юаню Доллару А то поскольку Оно купит товары В магазинах То есть реальная инфляция Инфляция не происходит А изменение курса Это скорее психологический фактор Чем реальный Ну может быть тому Кто поедет за границу Отдыхать Ну и доходность инструментов В рублях Я имею ввиду депозиты В белорусских рублях Она осталась прежней То есть она в принципе Довольно высокая Если сравнивать с валютными Гораздо выше Поэтому Даже с учетом Вот этих проявлений Последнего времени Если взять за последние Там 4 года Белорусский рубль То колебания Совершенно незначительная Доходность Достаточно высокая По сравнению С любыми другими Валютами В которые можно Вкладывать свои бережения Ну я предлагаю На нефтяную тему Посмотреть с другого ракурса Вы видели наверное Все что в российской прессе Поднялась волна По поводу того Ну обычная история Беларусь нахлебница Мы ее кормим И так далее Есть много таких людей Но все чаще-чаще Можно услышать Увидеть Прочитать И обратное мнение Мы и об одном И о другом рассказываем Но здесь Мне бы была интересна Ваша точка зрения Но для начала Я вам рецитирую Президент Академии Геополитических проблем Генерал-полковника Леонида Ивашова Нынешняя Россия Как ни печально Не является примером Для подражания Ни для кого Из бывших братьев По СССР Нам ближе И роднее Сябры И они пока Терпят ту вакханалию Которая творится В Российской Федерации Отвернется Белоруссия И мы в этом мире Останемся вообще Без союзников В российских СМИ Уже звучит рефреном Что мы кормим белорусов Помогаем им В ущерб собственному народу Не запрещаем экспортировать Продукцию из нашей нефти Производимую на их НПЗ И так далее В общем живут сябры За наш счет Да еще и фыркают Но так ли это Полагаю Не так Именно под Сурдинку этих тезисов Хватит кормить Кавказ Среднюю Азию Развалили Советский Союз Проморгали Украину Не выиграли пока ничего И сами лучше жить не стали У меня для вас вопрос Как для Прекрасного экономиста Так кормит нас Россия Содержит или не содержит Ну здесь надо Ну вот Хорошо что ты задал вопрос Генерал-полкомник Я на две части разделю Вот предположим Ситуация что Беларусь взяла И вдруг Такого не будет Ушла в НАТО И России придется Создавать группировку Чтобы противодействовать На этом направлении НАТО Условно даже Противодействовать Наверное В 400-500 тысяч солдат Где они наберут столько людей Где техники И во сколько это будет Встанет Я думаю что это По цене для России Обойдется Наверное в годовой ВВП Беларуси Не меньше Мы берем на себя Огромное количество Всех этих расходов И запас в территории Во всем Следующий вопрос Если раньше Ну понятно Что Россия была Квотой ограничена ОПЕК И она Вот эту премию Которую ограниченно получала Она Ну Жалела Отдавать Сегодня этого нет Поэтому Этой проблемы нет А по поводу Позиции Нефтеперерабатывающего Комплекса России Я расскажу Экономический анекдот Российский Я думаю что здесь будет уместно Когда у экономиста Скажите пожалуйста А почему растут цены На бензин В России В условиях Когда растут Мировые цены На нефть Ну как Мировые цены На нефть Растут Соответственно Нефтепроизводящие Компании Должны компенсировать Эти сдержки Чтобы была равная доходность В результате Они повышают цены На внутренний нефть На бензин В России А вот когда они Начинают падать Почему цены растут Ну они недополучают Прибыль От поставок За границу И вынуждены компенсировать То есть соответственно Позиция вот этих Нефтепередобывающих Компаний В России Такая что Они всегда должны Получать прибыль Как можно большую А остальное Извините меня На мой взгляд Разговоры Сегодня нет этих квот Я уже Сегодня говорил Повторюсь Себестоимость Нефти в России Крайне мала И добываемая Сверх Вот этой Какой-то Существующей Условной квоты Оно будет Однозначно Приносить Допавленную стоимость Российской Федерации Она была бы Ей однозначно Выгодна В том числе Можно и бензин Из Белоруссии Получать Тоже под достаточно Низким ценам Поэтому это Скорее всего Здесь речь идет о том Что кто хочет Много зарабатывать А все остальное Идет информационным фоном Но я думаю Что здравый смысл Здесь в любом случае Победит Но к сожалению Пока побеждает Кто сидит на вентиле Так в жизни бывает Ну и источники Этих статей Про нахлебников Про вот это Какое-то Передергивание Выдернутое Там Спекуляции По поводу премий Низкой цены Экспортных пошлиных И так далее Источники этой информации Заказчики этой информации Они хорошо известны И Ну как раз таки То время Когда пора заканчивать Уже принимая во внимание Все то Что мы обсуждали В клубе И сегодня В предыдущей Об этом буфере Которым является Беларусь О главном Геополитическом Военном союзнике На западном направлении Ведь это Факторы Которые стоят Гораздо больше Чем компенсация Премия Экспортные пошлины И все остальное Ерунда экономическая Которые Могут договориться Ну несколько предприятий За столом Между собой И не нужно выносить Их вообще На обсуждение На разжигание Какое-то настроение В народе И уж тем более Там на уровень президентов Чтобы они о чем-то договаривались Пора заканчивать Вы видите Мы обратили на это внимание Только лишь потому что Когда это все началось Вот такого рода споры Кормят Не кормят Правые Неправые В основном происходили Внутри Беларуси И сейчас мы видим Все чаще и чаще Об этом В Российской Федерации Очень много Если откинуть Эту шелуху За казнуху Которая под кальку Просто под копирку Сделана Публикации совершенно разные С хорошей аналитикой С пониманием Что Ну и Начинает братских народов Заканчивая Ну многими факторами Что Нельзя разрывать И тот кто хочет разрывать Кто хочет вбивать клин Между государством Международами На чью На чью мельницу Он льет воду Но явно не Не в интересах И России И Беларуси Предлагаю на этом Закончить первую часть Нашей программы Отправимся на рекламу На Беларусь 1 Буквально на несколько минут Скоро вернемся Не переключайтесь В эфире Беларусь 1 И Беларусь 24 Клуб редакторов Мы продолжаем Нашу программу И сейчас К вирусным новостям Тема Я сказал что Тема нефти была номер один Наверное все таки Вот эта тема Номер один По самым Разным причинам ВОЗ объявила Пандемию в Европе Многие страны Уходят на карантин США Закрылись от европейских Посетителей Туристов Бизнесменов Даже олимпийский огонь Зажгли без зрителей Футбольные матчи Отменяются Проходят без зрителей Чего только нету Но началась Как мне кажется Самая настоящая Паника Что-то вот Около этого И конечно Не без средств Массовой информации Здесь обошлось Не в самом Хорошем смысле Этого слова Вот об этом Написал недавно Владелец портала Тудбай Юрий Зисер Цитата От обыкновенного Гриппа В мире в год Умирают около Двух с половиной Миллионов человек От коронавируса Умерло Три тысячи человек Ну уже больше Мы знаем Умирают пожилые люди От семидесяти лет Или глубоко Сами по себе Больные люди Остальные Выздоравливают Как от обычного Гриппа Жаль Что СМИ навеяли Такую панику Ну и Правду Навеяли Я взял Перед приходом На наш эфир Открыл Тудбай Обращаю ваше внимание Посмотрите на графическое Изображение Это стартовая страница Номер один Минздрав в больницах Беларуси Находится 21 человек С коронавирусом Два ВОЗ объявила Пандемию Как это изменит Жизнь беларусов И стоит ли Планировать отпуск В этом сезоне Три В Беларуси До 6 апреля Ограничивают Массовыми приятиями Четыре В Китае Рекордно низкое число Заразившихся за сутки Отменят все концерты Шесть Больной коронавирусом Том Хэнс Что-то там заявил Вот вам и ярчайший пример Как нагнетается Ситуация С коронавирусом Хотя мне кажется Что в глобальном масштабе Что касается здоровья У людей Но все это Недостойно того Чтобы вот в таком объеме Освещать Мне кажется Это касается не только Тутбай А пусть они не обижаются На нас Касается наверное Практически всех Средств Массовой информации Но перебор Есть на ваш взгляд Перебор есть И перебор Даже не в том Что Про это не надо Совсем писать Надо Если про это не рассказывать Это будет еще хуже Это посеет большую панику Люди должны знать Что происходит Но накручивать Каждый раз И вопрос Что мы выносим В заголовок То что выздоровело 20 тысяч за сутки Или умерло 200 человек Вот это очень важно Две большие Но о чем бы я хотел поговорить И отталкиваясь От вчерашнего Доклада Кораника У президента И то что он говорил Про ситуацию в стране Меня как человека Зацепил вот какой момент Чисто морально Что Люди Один из тех У кого выявлен коронавирус И следственно По цепочке Много людей Сейчас попали на карантин Скрыл То что он посещал Северную Италию И Избежал таким образом Ну Какого-то ограничения В контактах И сдачи этого Потом оказалось Что человек заболел Он был в медцентре Все мы эту историю Уже знаем Вот Я не понимаю Почему и зачем Вот это самое страшное То есть мы должны быть честны Перед собой И перед своими близкими Детьми А особенно пожилыми родителями Да Если уж так случилось в жизни Ты был в командировке Еще где-то Пройди эту процедуру Защити себя И защити своих людей И самое страшное С моей точки зрения Это когда вот люди Скажем так Ведут себя таким образом Ведь на самом деле Европейские Уже ввели ответственность Где-то штрафа Где-то по-моему И уголовную За то, что ты скрываешь Эти факты Потому что ты Потенциальная угроза У нас общество Из-за Избытка информации У коронавируса Разделилась на две категории Первый Это люди Мнительные Люди Подвержены Вот этим страхом Фобиям Они Нагнетают Считают, что меры Принятые Беларуси Недостаточно Все закрыть Надо всем на карантин Закрыться дома Продукты передавать Через окно На веревочке И только тогда Мы сможем уберечься Ну, естественно Есть такая категория людей Они по любому поводу Впадают в подобную панику Их обилие информации Оперативные Не всегда спасают От таких фобий Ну, есть такие Категории людей Опять же, повторюсь Что, ну Вряд ли их что-то изменит Их нужно просто информировать Пройдет время Они сами успокоятся Есть категории людей Это такие Бравые оптимисты Которые говорят Что все это ерунда Что это обычный насморк И вот скрывают Что где-то были Не трогайте меня Я никуда не пойду Никаких обследований И они на самом деле Приносят больше ущерб Чем вот эти паникеры О которых я говорил ранее Своими действиями И бездействиями Разнося этот вирус И подвергая опасности Особенно людей Старшего поколения Которые Больше всего Подвержены Последствиям Этого коронавируса Ведь вот эта пневмония Которая возникает Она переносится Людьми старшего возраста Достаточно плохо Даже летально Поэтому Меры, которые предпринимает Наша Минздрав Они достаточные Они избыточные Людей, которые считают Что все это хихихаха И медики в скафандрах И карантины в больницах И нежелание прийти провериться Если есть какие-то подозрения И основания Мы хотим призвать От имени нашего клуба Так не делать Потому что вопрос Он достаточно нешуточный И достаточно серьезный Придите, проверьтесь Хотя бы ради тех Как правильно сказал Дмитрий Александрович Кто живет рядом с вами С кем вы рядом ходите Посещая общественные места Но если за себя не боитесь Подумайте о тех Кто рядом с вами Сергей Юрьевич Вам не кажется Что США Например запретили Въезд европейцам в сторону В течение месяца Если это правда Это перебор С экономической точки зрения Ну я Медицинскую часть Не буду говорить Просто как экономист Скажу что Ну как Наверное Предэконом В данном случае Что Европа Конечно с тем Что не имеет Всеобщего бесплатного Медицинского Обеспечения И США тоже Ну и США тоже Ну я в данном случае По Европе Она конечно Себя подставляет Под любые эпидемии Не оценивая сейчас Коронавирус Опять таки Я не медик Это конечно будет В дальнейшем Вы думаете Что это причина В том числе да? Ну у нас Всеобщее Медицинское Обслуживание У нас Очень четкая позиция Ну как и говорили Мне тоже кажется Что берые Исчерпывающие Которые принимаются Они этого себе Не могут позволить То есть И здесь вопрос Ну как на место Конечно Настолько выживаема Их модель хозяйствования В условиях Экономики рисков Которые мы сегодня В начале этого века Вползли И я не вижу конца Когда она закончится Когда риски Самые разные Все время возрастают Я предъявил Что коронавирус Как экономическое явление Уже привело К снижению Прогнозов Пока прогнозов По ВВП На этот год Привело Сбои В технологических Цепочках Глобальных КамАЗ уже начал Производить Автомобили Не те которые Хотят купить На которые есть Запчасти Которые берут Из сервисной сети Для того чтобы Производить Европа Под это же Подставляется Ну в Китае Перемещается Стали меньше люди Спрос на нефть Которые мы уже Сегодня говорили И прочее Фейков здесь Конечно на мой взгляд Тоже больше Чем реальная информация А фейки порождаются Потому что надо Отрабатывать Недобросовестным Журналистам Свой хлеб Добросовестно Его отрабатывать Тяжело Вы знаете я еще Вот бы один момент Обратил Возвращаясь Вчера с нее встречи У главы государства На слова президента Да И они связаны Очень связаны С экономикой И нашей жизнью Что медицина Должна работать На человека А не на извлечение Прибыли И тогда вот будет Этот результат Понятный То о чем говорил Наш коллега Мы можем себе Позволить Вот все эти меры Которые осуществляются Нашим Минздравом А богатая Европа Нет Парадокс Ну потому что система Как оказалось Работает Ну по крайней мере Пока Я скажу о другом Тоже в разрезе экономики Но ведь Чтобы нашему человеку Было это понятно Потому что мы приезжаем В основном Как туристы Видим богатую жизнь И Америки И Западной Европы Где новые автомобили Красивые улицы Ну правда Кое-где лежат Там бездомные Но неважно Нам слабо понятно О чем идет речь Вызвать скорую В Европе Если у тебя нет страховки Стоит 350-500 евро Это только вызвать скорую Все остальное Вы понимаете Какой порядок цифр Если у тебя нет Медицинской страховки Ты себе не позволишь Это А страны Где густо Где плотность Селения высокая Где так называемые Человейники Как это пишут Там этот коронавирус Распространяется моментально И поражает Вот эти все Категории людей Представьте что творится В Венеции Да Венеция Где много туристов Где плотно А в США вызвать скорую В некоторых штатах Стоит 10-12 тысяч долларов И ты сто раз подумаешь И страховка Которую тебе покупает Наниматель Не ты сам А наниматель Она не всегда делает Полное покрытие Всех этих затрат Какую-то часть Ты должен оплатить сам И ты очень подумаешь Вызывать тебе скорую Или ты просто покашляешь Немножко Поэтому такие меры Переизбыточные Закрытие авиасообщения С Европой И так далее Потому что они Прекрасно понимают Что в той модели экономики Только очень богатые люди Смогут излечиться Для остальных Это может быть Чревато там Летальным исходом Но я хотел поговорить О другом Ведь на докладе Вчерашнего Министра здравоохранения Звучала еще одна Очень важная тема Это производство Лекарственных средств И замещение импорта Лекарственных средств В Республике Беларусь Это тема Которая вызывает У наших оппонентов И таких бурчалок Кухонных Очень много протестов Ну как это так Убрали импортные лекарства Как мы Они такие были хорошие А наши белорусские Такие не хорошие Так вот Коронавирус Казалось бы Он затронул И выявил Вот такие важные факторы Как фармбезопасность Когда Российская Федерация Запретила Вывоз Септиков Масок И других Подобных Категорий Медицинских средств В любые страны И на границе с Грузией Грузия Мы знаем Что нуждается В таких товарах Были задержаны автопоезда Это было прекращено А вот Теперь представьте Что в какой-то ситуации Мы не получим Серьезные лекарственные средства От которых Зависит жизнь И здоровье Людей Именно поэтому Задача Ставить Импортозамещение Лекарственных средств По производству В Республике Беларусь Это очень важный И серьезный вопрос И для примера Я специально читал Вот на эту тему Много Потому что Ну Тема такая важная Для наших людей Которые во всем понимают Особенно в медицине Япония Которая До юра Находится В состоянии войны С Россией Да Не подписан Мирный договор Хоть они там Встречаются И общаются На высшем уровне Она производит Все лекарственные средства Сама Все лекарственные средства И все шесть аминокислот Из которых Производятся Все лекарственные средства Производятся Тоже в Японии Понимая вопрос Фармбезопасности Что в какой-то момент Поступление лекарств Из НЕ Может быть прекращено Поэтому Вот этот вопрос Наряду с тем Что обсуждалось Про коронавирус Он тоже важен И очень нагляден В сегодняшнем К этому нужно стремиться Я заходил в аптеку Мне кажется Что там десятки тысяч В маленькой аптеке Экземпляров лекарств Конечно невероятно Мне это удивило Да Еще один пример Вчерашнего дня Мозаики Да Шведская газета Швеция В нашем сознании Богатая Достаточная И очень социальное общество Да На самом деле Высокий чиновник Заявляет Что мы не будем Всем делать тесты Это дорого Только тем Кто нужна В госпитализации Проще говоря Кто уже В очень тяжелом состоянии А если вам 20 лет Рекомендация От высокого чиновника От здравоохранения Переболейте дома Малиновую настойку Да Это не сложно Нам вас дорого Обследовать Лечить Я не знаю Как это комментировать Я просто был в шоке Но капитализм Нет Дело не в капитализме Это в модели хозяйствования Я сейчас не буду обсуждать Но Это не за капитализм родилось Это тысяча Полторы Две тысячи лет Она формировалась Другая модель поведения Просто Ну чтобы здесь не обсуждать Это тема отдельного разговора Нас же к этому призывают Структурные реформы Либералы о чем говорят Можешь Заплати ли честь Не можешь Не плати Умирай Это вечный спор Наверное Да это не вечный спор Дело в том Что многие либералы Не так уж независимы В своем финансовом состоянии Если ты независимый На какие деньги Ты независиствуешь Вот вы упомянули Такой факт Что у Японии С Россией Нет мирного договора Но и у Германии С Россией Нет мирного договора Советский Союз И Германия Не подписали мирный договор По итогам Второй мировой войны Об этом никто не говорит А почему с Японией говорят Спорные острова Это экономические А про Германию молчат Не нужен в современных условиях В таком понимании Мирный договор Как это было В 19 веке Мы пережили эту эпоху уже Но тем не менее Об этом говорят Как спекуляции Поэтому либералы говорят Ну некоторые может быть Потому что недоучились Это мое личное мнение Не хочу никого обидеть Мне за это не надо тащить То есть Они любят жаловаться Либералы Это их особенность еще одна Но тем не менее Они берут абсолютно Идеальные модели Которые очень хорошо Ложатся на бумагу Но которые в жизни Нигде нет Так не бывает Не бывает Ни в одной стране Нет либеральной экономики Абсолютно Но они издалека Смотрят И рассказывают Иногда за хорошие идеи Иногда говорю не все Спасибо большое Сергей Солодовников Дмитрий Жук И Владимир Перцов Были вместе с нами В клубе редакторов Прощаемся с вами Ровно на одну неделю До свидания Редактор субтитров А.Семкин